Доброго времени суток, дружи! У микрофона Ян Грибович в эфире Инфакт. И для начала закрепим уже пройденный материал. Вчера Глеб рассказывал об утёкшем и сразу же потертом с официального сайта DLC для Metro Exodus Sam's Story. То, что должно бы поведать нам историю горемычного американского морпеха по имени Сэм, который попытается отыскать дорогу из Владивостока в свои родные края. Утечка подтвердилась, а из монитора на вас наезжают свеженькие скриншоты дополнения. Заключительная для игры сюжетная DLC выйдет 11 февраля на ПК, PS4 и Xbox One, а обладателям сезонного абонемента Sam's Story достанется за даром. Ну типа, за вычетом стоимости абонемента. Постоянный слушатель Инфакт уже привык к вестям с рекордами EVE Online, но в очередной раз не поразиться тому, какие деньжищи вертятся вокруг этого необъятного виртуального мира, просто не получается. Особенно, когда они идут в благое дело. Корабль с подходящим ситуацией названием «Золотой магнат» — в моей локализации звучит как сорт помидоров — был продан за сумму, эквивалентной 40 тысячам долларов, рекордной для видеоигровой истории. Эквивалентной, поскольку в качестве валюты были использованы не зеленые бумажки, а местная игровая валюта. Плекс — лицензия, продлевающая платную подписку игрока на один месяц. Тем не менее, Плексы имеют вполне конкретную денежную стоимость и в целом с реальными деньгами конвертируются. Игрок под прозвищем «Келлан Дарклайт» объявил аукцион на раритетный корабль и стартовал с суммы в 13 тысяч долларов. При этом он сразу заявил, что вырученные кредицы он направит в открытую разработчиками в начале года благотворительную акцию «Plex for Good» — компанию, нацеленную помочь организации Красного Креста в тушении и устранении последствий пожаров в Австралии. Спустя аукционные баталии, а затем и резкую ставку в плюс тысячу Плексов, счастливым покупателем и партнером в Добродетели стал популярный американский ютубер Скотт Менли, который ведет канал о космических причудах и интересностях. Таким образом, мистер Дарклайт, инициатор аукциона, развеял сразу два стереотипа о видеоиграх — игры кормят, игры приносят пользу миру. В среде фритуплейных развлечений бодаться за время и внимание искушенного геймера становится тем сложнее, чем разнообразнее рынок, а последний расти не перестает. Вероятно, так рассудили и создатели Torchlight Frontiers, Actra Games и их издатель Perfect World Entertainment, и легким движением руки превратили свой проект из онлайнового ответвления в полноценную третью часть Диаблоида. Такие перемены не могли не повлиять на геймплей разрабатываемого проекта. Так, повествование разобьется на акты в духе предыдущих игр. Обязательное подключение к интернету упразднят, однако оффлайновые герои не смогут пересекаться с их онлайновыми коллегами. А еще из игры полностью выструган магазин Эквипа за реальные деньги. Игра переползет в Steam уже 29 января, полноценный релиз на ПК ожидается уже в этом году. Выход на PS4 и Xbox One немного подзадержится. И еще немного про выструганные магазины. В Doom Eternal не будет микротранзакций. Официально. Зато, а то ж вы уже распереживались небось, после релиза в игру планируют добавить какой-то интересный и необычный рейтрейсинг. Помимо привычного и обычного, что используют для отработки освещения, отражений и теней. В данном случае после релиза, значит после 20 марта этого года. Через неделю у фанатов Apex Legends случится праздник, годовщина игры. А вместе с ней и старт нового сезона, который традиционно сопровождает разномастное нововведение и новая легенда на старте. До сегодняшнего дня на сайте игры можно было лицезреть некого здоровяка с механической рукой по прозвищу Кузня. Сегодня вышел трейлер, посвященный новому герою. И... Чего и говорить, Кузня плохо кончил. Вероятно, теперь новым играбельным персонажем станет его убийца, робот-ассасин Ревенант. Смерть Кузни подтверждается сразу несколькими вещами. К этому событию игровую карту обновили. На локации «Сортировочная фабрика», что находится на карте «Край света», появился особый контейнер. Внутри него лежит талисман, стальное лезвие, описание которого явно указывает на смерть Кузни. Во-вторых, изображение легенды на странице четвертого сезона потускнело, а описание изменилось на «не знавший поражений, кроме одного». Старт нового сезона ожидается 4 февраля. Эдинэм были ошарашены. Читать дальше? Это вы уже сами. Ссылочку я вам, разумеется, оставил. И чтобы дважды не ходить, там же на сайте обратите внимание на свежий и очень особенный выпуск «Спидрана в деталях» от Дмитрия Бурдукова. Это Флинн, если чё. А уже вечером ждём вас на аналитическом стриме-ретроспективе об играх 2010 года. Контент повалил, и я пойду. Хорошего дня. Контент повалил, и я пойду.